всем привет дорогие друзья с вами как всегда я геокс gd и да вы наконец-то дождались вы дождались когда я снова вернусь холлунейбор и сниму прохождение но давайте сегодня так чтобы больше мы не возвращались к этой игре потому что мы уже столько раз проходили делали в ней какой то дичь у нас уже целый плейлист собрался можете посмотреть про холлунейбор это видео станет на первую позицию я обещаю вам это в том плейлисте и еще несколько обещаний на сегодня отключен дружелюбный режим чтобы никакого бабского я не знаю поблажья тут не было чтобы сосед был агрессивным чтобы он анализировал мои действия ставил камеры капканы и был всячески быстрым короче сегодня мы пройдем эту игру от первого до последнего акта включительно холлунейбор новая игра первый акт погнали значит акт 1 еще хочу пообещать не будет пропусков кат-сцен вот этих вот видео значит пацанчик бежит пацанчик бежит за мечом вздыхается кстати говоря не знаю зачем себя так мучить в общем он такой вот человек для передвижения персонажей используйте джойстик хорошо и для поворота камеры используйте выделенную область хорошо и для прыжка нажмите данную кнопку для того чтобы присесть нажмите и удерживайте эту кнопку хорошо это я все помню так прыжок так пока что мы не нашли никакой предмет нужно добраться до этого мяча быстрее 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 твоими тапками перебирай ух я помню я как то бесила эта игра надеюсь на новом телефоне такого не будет происходить так значит наш мячик останавливается прямо напротив дома соседа как ни странно у нас не получается его поднять и вдруг слышны крики из соседского дома мы пытаемся всячески узнать что там происходит сосед там кого-то пытается связать тот кого он пытается связать отчаянно орет и видимо просит о помощи но сосед не успевая пытается что-либо сделать смотрит в окно чтобы убедиться что никто не наблюдает за ним однако наш главный герой в силу своего короткого роста очень непримечателен и как какой то последний придурок заглядывает в окно ну то есть реально дети все такие идиоты вечно лезут не свое дело любопытные твари короче говоря вот значит сосед нас замечает выгоняет к себе на участок и закрывает этот самый подвал точнее ту самую желтую дверь а ключ кладет на стол который находится на втором этаже в красном окне и нам это показывает специально потому что чтобы мы как то привыкли к тому что эта игра развивает нестандартное мышление и для туго дома в таких как я это игра всячески не подходит просто я уже знаю как ее проходить я не отгадывал я не смог решить ни одной загадки этой игры даже первом акте так что он ну эта игра реально для выдающихся значит то что следующее как работать с предметами я тоже знаю взять это удерживать кнопку положить это вот эту кнопку значит задерживать это так это кидать если зажимать а средняя кнопка это использовать но это по моему с ключами делается так точно помню нужно на второй этаж там надо будет снять огромную картину взять ключик от соседского и процент пикапа от соседской машины открыть по моему багажник и забрать оттуда магнит по моему да значит гигантская картина положение здесь погнали сюда у и не получил так залазим сюда значит встаем значит да я знаю что замочную скважину вот так можно смотреть совершенно мы уже добрались до нашего ключа остается только понять как попасть туда я уже все помню по моему надо просто решить круговую головоломку надо просто открыть вот это вот значит то дверь желтым ключом теперь можно вот так сделать да и значит спокойно сосед теперь мы открываем машину соседа точнее багажник отдаем его ключ который забрали хорошо и теперь надо магнитом зайти за дом соседа и там за домом соседа спокойно что-то провисло и там за домом соседа мы должны найти вот такое маленькое окошко что происходит черт побери я обосрался это знаете что было да блин сосед отстанет меня у меня другие проблемы я вам сейчас скажу что это было короче вот эта штука находится вот здесь она тут написано андрей ленджа миссинг скрипт то есть тут поврежденный скрипт это просто пасхалка если в нее кинуть предмету начинает издаваться такой звук что туда могло попасть я понятия не имею но я ничего туда не кидал ты пин соседа движись от меня доела заберуть отмычку и уйду отсюда так отмычка нам нужно быстрее это не то это хорошо быстрее так да ты серьезно что ли а конечно на агрессивном режиме сосед просто предугадывает мои действия я не хотел этого делать но мне пришлось капец он умный он просто предугадал что я хочу сделать ничего в этот раз не получится хотя я боюсь что сейчас где-то здесь ходит из-за того что это окно постоянно открыто у меня все время есть доступ к его дому соответственно я могу открыть эту дверь серебряным замком получить гаечный ключ и как бы все все акт пройден по сути точнее первая часть этого то есть мы просто открываем эту решетку забираемся наверх ключик выкидываем а сами спускаемся вот сюда да что такое ну и в общем то вот он наш красный гаечный ключ все как надо все и теперь теперь у нас имеется ключ от подвала соседа вот он открываем и заходим ну как бы все теперь надо пройти последнюю часть этого акта на только спуститься в подвал и завершить все что тут надо завершить значит машинка здесь фейковая как вы понимаете ничего настоящего тут нет это просто иллюзия тут также фейковая комната которая также просто состоит из плакатов а дальше начинается секретный подвал где спрятан ребенок соседа однако найти мы его не сможем потому что он заперт на три замка где находятся эти ключи нам неизвестно нам нужно просто попытаться в этом акте у нас ничего не получится и сосед нас палом поймается ухаями и драги там телек болтает вот эта дверь это выход из подвала как раз таки там заперт сын соседа но сосед предусмотрелся однако что пройти это так нужно выполнить все что нужно сделать все что нужно открыть вот этот вот забор можно очень простым способом надо отключить электричество после того как мы это сделаем дверь откроется и мы сможем включить генератор и тогда откроется секретная решетка которая ведет как раз таки к ребенку правда я не знаю кому нужна настолько сильная мощная защита этого места решетка дверь три замка плюс еще головоломка короче сосед конечно знает что нужно сделать вот запираем дверь чтобы сосед не смог очень быстро отключить точнее включить назад электричество валим снова сюда где сосед нехорошо спать подвале ну ладно в общем то наша решетка открылась подвал открылся точнее выход сюда сосед хочет нас поймать мы от него будем убегать сейчас как можно быстрее бежим 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 ну о о нет здесь находится дверь которая закрыта на три замка нам остается только сдаться соседу кстати у меня здесь постоянно происходит этот баг сосед меня не может поймать здесь поэтому приходится ему именно бежать к нему вот акт второй пока мы здесь были в отключке видимо во первых наш сосед избил как надо вообще отобрал у нас ботинки я не знаю все у нас порвалось порвалось я не знаю все коленки вон видите изрезанные избиты и он нас запер в комнате опять таки в иллюзионный за это время он построил гигантский забор он также отстроил просто невероятный дом который просто ну реально какой-то больной человек будет в нем жить он также сделал механическую акулу и сделал огромный водопровод который также нужен для того чтобы решить головоломку которая как раз таки будет отключением системы его безопасности его система безопасности то есть тот самый водопровод вентиль и вообще наша цель сбежать за пределы участка соседа но забор теперь настолько высокий что просто так мы это не теперь не сделаем мы выбираемся из подвала и вот что мы здесь видим просто какой-то бред опять какие-то лестницы в крыше краны которые нужно подключать и абсолютно гигантский дом который да он имеет по сути уже форму и механику какой прошлый и еще отсюда видно какого-то лего человечка который там сидит он тоже нам нужен наверное так значит что мы здесь имеем у нас имеется здесь вентиль и также нужно пробраться на кухню как это сделать если честно я не знаю очень скрытно но нужно открыть все краны чтобы давление вот в этом вентилье составила максимум и тогда его просто выбьет оттуда я должен убедиться что соседа там нет хорошо соседа здесь нет открываем новый кран еще один так его тут находится гаечный ключ хорошо ёкарный налево ну ладно гаечный ключ все равно у меня так дверьку открываем теперь значит ага вот здесь нам нужен как раз таки вентиль но мы его сейчас получим потому что вот он вот он последний кран который выбьет вентиль хорошо вентиль мы выбили вода течет и мы с вами получаем вот такой вот прекрасный красный вентиль теперь что нам нужно нам нужно две коробки две коробки это нужно для того чтобы слить акулу точнее слить воду от акулы так это мы ставим сюда так хорошо теперь акула значит находится у нас вот здесь вот в этой самой небольшой комнатушке которая состоит как раз таки из лестниц дверей и огромной комнаты которая наполнена водой кстати говоря я вам зря показал эту воду потому что на моем процессоре их игра не может прорисовать воду хотя у нее по сути получается но что с ней происходит дальше я не знаю что за пиксели черные в общем оставим воду в покое давайте лучше сольем ее чтобы не смотреть на этот бред в общем вот и это единственное почему у меня не идет нормально эта игра все остальное в принципе удовлетворительно так следующее что нам нужно это конечно же ями радаги конечно это открыть еще один кран чтобы вода могла течь по всему водопроводу соседа пока что вот черт он делает так хорошо этот дурень мне открыл дверь которую я не могу открыть потому что она заперта на стул он ее выломал это бак этой игры я причем не виноват то что он это сделал я его не заставлял он сам захотел и выбил ее это даже я не гремел в той комнате она сам он сам захотел так сделать короче вот тут есть спальня и нет не вот здесь он снова спит в общем он только что выломал вот эту дверь и она ведет на второй этаж но то дверь должна быть закрыта собственно говоря но он ее просто взял и выломал молодец так две коробки мы не просто так здесь поставили потому что мы сейчас открыли с вами ой ё-моё я думал здесь есть хитбокс но нет короче говоря мы открыли с вами всю воду теперь она течет по всему водопроводу и мы можем слить воду от акулы принципе вода сливается все что нужно все теперь у акулы нет воды и она стоит на одном месте и причинить вреда нам не может у у нее отличные датчики поэтому не пытайтесь пройти я отключаю эту воду в любом случае вам нужна лопата чтобы пройти второй акт как надо вот она значит акула здесь лежит опасно выкидываем ее подальше принципе да лопату есть еще нашел на ковре так мы имеем здесь у нас золотой ключ открываем теперь у нас все еще вентилька остается я еще не знаю а там нам еще нужен нет в комнату нам пока рано спускаться но следующим действием будет как раз таки спускание в эту комнату так значит осторожно мы с вами съезжаем вот на эту досочку теперь вот сюда теперь вот сюда и аккуратно все значит лопатой мы выкапываем вот эту яму в которой находится гроб но здесь должна находиться дочь соседа да она здесь и должна быть так значит гроб раскопали крышку взяли крышку выкинули и внутри находим не дочь соседа а крышка от домика в которой она играла если вы не знаете трагичную историю соседа то в принципе могу ее рассказать как бы он не умеет нормально водить машину это можно заметить по способу его парковки на первом акте он попал в аварию с мороженщикам но это не так важно они вместе с он вместе своей женой матерью двух детей по моему там какая то диана питерсон и аран питерсон точно вот звали детей соседы в общем мать и сосед ну собственно отец поехали в супермаркет но попали в аварию из-за этого мать погибла и из-за этого этот самый чувак точнее сын соседа сошел с ума не знал вот так вот у него получилось вот и чёрт 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 да не да блин ну что за урод а ее в один момент когда они вместе забрались по каким-то каким-то обстоятельствам на крыше он ее столкнул и она тоже погибла и в итоге у соседа остался лишь один сбрендивший сын и чтобы его как-то уберечь хотя бы и чтобы самостоятельно себя обезопасить ему пришлось его запереть в подвале и вот который потом вроде бы стал нормальным эти сосед где-то здесь мы включили с вами режимы льда чтобы заморозить вот эту вот с вами воду которая сейчас потечет здесь включаем странно не провернулась что и поскольку мы заранее включили режим замораживания вода нас сразу поднимает в качестве льда вот тоже интересная механика в общем забираемся сюда достаем красный ключ и в принципе сбегаем от соседа да хотя еще нет еще нужно взять синий ключ открыть эту дверь и вот теперь точно все в общем бежим сосед понимает то что выбрался его сын и то что мы тоже выбрались и он нам говорит что мы об этом пожалеем своим взглядом и спустя этого момента проходит около 30 или может быть 25 лет акт 3 значит арт 3 начинается с того что мы уже совершенно взрослый человек которому лет 26-30 может быть скорее всего 20 где-то мы живем в своей очень маленькой ужасной квартире которые реально только спать ну смотреть на общем если ты простой человек то здесь все есть и кухня есть и место где есть поесть и ванна есть тоже кстати говоря в общем все что надо кстати вот то что у него в ванной окно это очень странно по-моему иметь окно в ванной особенно если это квартира мы на этажном доме это как то странно мы ждем сейчас письмо выселение которое нам скажет о том что мы просто не уплачивали достаточное количество денег и поэтому нас выселяют из этой квартиры а вот и письмо подбираем и читаем чисто по его выражению лица этого главного героя мы начинаем понимать то что у него просто не то что жить теперь у него нет денег чтобы заплатить за эту квартиру его выселяют отсюда процент может быть даже это не его квартира может быть он даже снял картину картину квартиру то есть это даже квартира у меня даже поломанные шкафы и то есть ну реально самый дешевый из всех возможных квартир только которую можно снять вот ну как бы вот так вот неудачно получилось но он не расстраивается ведь у него есть еще дом и до сих пор у него сохранился ключ от того дома в котором он прожил все свое детство но у него с этим домом связаны очень плохие воспоминания это местечко называется кэлван дот вейрон крупс естественно оно искажено брукс конечно же брукс это по моему доки какие то или что то такое или брукс это по моему даже ручьи ну да это вороние ручьи или ручьи воронов место называется вороние ручьи а на русский язык в искаженном состоянии как холодный брукс любит делать в своих играх в общем не в играх а имею ввиду в графических элементах и вообще элементы геймплея ровони и чурии и так значит дом соседа в край разрушен соседа давно здесь нет он нужен тоже погиб что стало вообще с ним и судьба его и сына тоже неизвестно осталось значит мы пытаемся посмотреть на этот дом и нас здесь поджидает страх ну это естественно когда такие плохие воспоминания как тут страх не схватит конечно у него начинаются странные галюны и он решает просто сбежать дома после этой катсцены конечно можно обойти этот самый дом и попасть вовнутрь походить здесь посмотреть но тогда уже ничего не произойдет вот ну и следующее что нам остается это только идти в наш заколоченный дом весь облезлый какой-то вы узнаете значит берем ключ открываем действительно его схватывает ностальгия действительное настоящее кстати страх все еще в окне стоит вот в это время нам звонят хотя за телефон никто не платил лет 30 но он работает потому что это мистика но здесь явно видно то что у нас преследует страх то что нам явно не комфортно находиться в этом месте поэтому он наш главный герой делает самое страшное что только можно сделать заснуть в этот момент то есть пофиг да то что тут может быть какой-то убийца или то что он сейчас чувствует это какое-то плохое предчувствие нет давайте лучше заснем в открытом доме теперь он слышит как из соседского дома раздаются опять крики т т т т т т т т ну и мы собственно говоря просыпаемся и обнаруживаем то что сосед вернулся и вернулся он В таком положении то, что вся наша техника, всё, что у нас когда-то было, остаётся в прошлом положении, как вот мы были в детстве. Вот такое у нас всё и осталось. Капец, если честно, реально. То есть всё вернулось, как и было, так и осталось. Правда, с домом соседа произошла небольшая-большая мутация. Да. Да, это всё нам придётся с вами пройти сегодня. Но перед тем, как мы это начнём делать, давайте лучше нажмём кнопку рестарт и включим день. Потому что днём гораздо приятнее проходить третий акт, разглядеть всё, что в этом доме находится. И так всё прогрузилось. Открываемся, открываемся, закрываемся. Берём стульчик. Теперь идём за дом соседа. На самом деле, это просто бредни какие-то. Огромный, просто вообще громаднейший дом, который, я даже не знаю, как это комментировать вообще, это. Это даже не второй акт, это ещё и железная дорога. В общем, капец. Кстати, некоторые люди думают, что обязательно нужно что-то кидать в этот рычаг. На самом деле, у нашего главного героя руки имеют размер в 3 метра, поэтому он может легко дотянуться до вон того рычага. В принципе, дальше нужно лишь разломать это окно и поскорее забраться наверх, вот сюда. Здесь находится вот такая картина. Как её открыть? Сейчас я покажу, потому что в прошлых сериях все спрашивают мне, как я открыл эту картину. Сейчас покажу. Так, значит, забираемся таким образом за вот эту решётку. Открываем решётку. Потому что, если вы играете с компьютера, то не открывайте её, потому что на компьютере сосед сто раз умнее. А на телефоне он сюда очень редко ходит или вообще не ходит, даже да, он убегает сюда. Значит, видите вот эту маленькую картинку, да? Просто берёте любой объект и кидаете туда, в неё. И всё, картина открывается. Следующее. Это, конечно же, прогрузились всё-таки вот эти вот две странные картины, глаз. Значит, нам нужно вот в эту дверь. И сейчас будет очень опасный момент. Навряд ли у меня получится, но если получится, то будет хорошо. Получилось. Надо будет перепры... Ты чё, издеваешься, на другую картина? Надо было перепрыгнуть сюда. И, значит, вот эту картину надо было сбить. Вот, которая тут висела. Здесь находится небольшой такой проём. И зачем я брал вот эти книжки? Эти книжки, на самом деле, самые мелкие объекты, которые можно найти после яблок. Поэтому мы просто кидаем в этот рычаг и открывается секретный проход в комнату с поздравлением. Пэхи... Пэхи риоб здесь... Да, мёртвый. Конечно, офигеть, они исказили всё это. В общем, тут написано с днём рождения. Кстати, в русской версии, точнее, в бета-3, когда вот это вот только появилось, тут было написано... С днём... С днём... Жорденья, по-моему. Вот. Значит, зачем я это беру? Значит, видите вот эту секретную дверь? Почему люди лезут на второй этаж, используя ту лифтовую шахту? Зачем надо будет, используя зон, прыгать туда? И вон оттуда попадать в ту самую консоль управления, если можно всё сделать сразу? Я не понимаю смысл этого бреда. То есть, вот они просто открывают эту дверь, берут какой-нибудь стул, допустим, даже пусть этот. Ставят его сюда. Открывают вот эту дверь. И попадают вот в эту вот башню. Какие проблемы? Это гораздо быстрее. Вот, тут находится паровозик. Тут всё заколочено. Но если мы его включим, то он всё, как Томас, просто расколотит. Поэтому я его Томасом называю. Мы просто заходим в панель управления, включаем. Включаем, и всё, как бы... Тут какая-то ещё дырка. Ну, как бы всё. То есть, Томас поехал, он сбил всё, что нужно было. Там Товар Мур, там Дэн Влим, всё понятно. Вот. А теперь мы можем просто продолжать работать за всем, что нам нужно. Естественно, нам нужно открыть теперь решётку. Книга нам не нужна. Следующее, это естественно, мы открываем с вами вот эту дверь. Также убираем эти стулья, берём золотой ключ на всякий случай. Я сказал, золотой ключ берём. Открываем вот это вот. Берём зонтик. Заходим сюда, и здесь у нас находится наблюдательный пункт соседа. Кстати, даже шкафы открываются на мобильной версии, не знал. И нет анимации открытия вот этого вот ящика, но есть анимации закрытия, недоработка. Но мы затем... Не чтобы смотреть анимации, а чтобы отключить. Где у нас зон? Чтобы отключить камеры, их можно и включить, и выключить. Но я выключу их, естественно. Значит, здесь у нас вот такая вот комната, которая ведёт на первый этаж. Вон там находится кухня. Вон там находится комната, которая вообще не имеет смысла. И вот тут постоянно разбитое окно. Либо его сосед постоянно разбивает, либо оно всегда просто разбито. Так, золотой ключ мы взяли на коробках. Теперь мы просто делаем вот такое вот круговое движение. Естественно, эту дверь надо открыть. Я ещё забыл забрать синий ключ. Забираем. Магнитом, естественно, я это сделал. Открываем. Идём снова в синий коридор. И берём с жёлтым ключом. Жёлтый ключ берём. Открываем эту дверь. Это чисто для быстрого соединения комнат. Что? А, ну а эта комната бесполезная. Ну, по крайней мере, почти. И ведёт она на балкон. Балкон, который можно попасть на который через вот эту картину. Я вам сейчас это тоже продемонстрирую. Но сначала, естественно, откроем вот эту вот комнату. В которой, кстати, находится запасной зонтик. Вот он. Находится дыра, которая ведёт сразу же вон в ту комнату. Ну, вы знаете её. Только что там были. Также она ведёт вот сюда вот. Как раз-таки к этой самой картине, которая... Кстати, сейчас покажу. Надо просто вам всё объяснить, потому что я полное прохождение делаю. Вот за этой решёткой находится дверь, которая вообще ведёт в комнату, где спрятан красный ключ. Значит, следующее. На этот балкон можно попасть. По-любому. И сразу. Вообще. Вот. Здесь также находится вот эта дверь. Короче, вот эта дверь ведёт в комнату. Где картина, которую мы открыли. Помните? Так, громадная дверь. Это что у нас такое? Что это реально? Прикол. Я не знаю, что это за... Так, вот это я знаю, что такое. Вот здесь как раз спрятан вот этот грёбаный красный ключ. Вот он и заколоченный. Чтобы мы туда не пробрались. Вот что это такое? Я не знаю. Я не помню точнее. Серьёзно. Так, засчитаю. Всё, что нам нужно дальше. Так, подождите. Я ещё не всё рассказал. Вон там стоит манекен. Мы их тоже будем собирать сегодня. Тортики в чём числе. Вот это кошмар супермаркетом. Дверь не закрыта на ключ. Просто нужно сюда встать. Кинуть коробку вон в тот рычаг. Да блин, опять ты выкинул, придурок. Спокойно. Рифт поднимется. И вы получите доступ к супермаркету. В принципе, всё. Но я этого сейчас делать не буду. Значит, зон берём. Зон берём. Так, следующее. Вот эта комната. У неё сосед вообще взял и оторвал целую стену. Либо он её пробил, либо я не знаю, что он с ней сделал. Либо это всё должно быть вот такая комната. Но, короче, целый кусок отвалился по хону. Вот. Туда, естественно, можно легко попасть. И опять-таки, эта дверь. Вот. Видите, вот. Вон там. Это и есть та самая картина. Вон там. Вот. Собственно говоря. Следующее. Здесь также работает телек. Опять диван стоит. То есть, и реально вот представьте, сидите такой вечерком. У вас раздавит открытый, подходит такой. Да, это лучше, чем всякое окно. Ну и вот, собственно, тут балкон, о котором я говорил, в синем коридоре. Да хватит трогать эти кнопки. Значит, всё. Вот он, синий коридор. Всё в синем коридоре. Все двери открыты. Теперь давайте откроем заранее все двери вот в этом месте. Как я вам и показывал, эта дверь ведёт вот сюда. С всем самым непонятным окном. Вот они два окна, сразу их отсюда видно. Которую в полу. Что вот это тоже такое, не пойму. А не, по-моему, это комната. Там комната расстановки предметов, по-моему. Я не спорю вообще. Что это за двери вообще? Так, ладно. Так, а вот это и есть та самая чёртова комната. Самая комната с натуральным кинотеатром. Ах. Вот. Так, а вот это что такое, вы спросите? Это алтарь. Сюда нужно поставить замороженный глобус, чтобы потом получить красный граммофон. А ещё и граммофон с красной пластинкой. Значит, вон там, железная дорога. Вон там, баганное место. Туда не вздумайте ходить. Там находится, опять-таки, сломанный скрипт, который вас телепортируют вообще в жопу мира. Значит, вон там написано число 2369, но поскольку у меня нет бинокля, я его введу по памяти. Включение кода 2369 по кнопкам, по номерам кнопок, открывает вот эту качельку, которая нужна, чтобы достать манекен красный. Это вообще непонятная дверь, в которую нельзя посмотреть. Здесь какой-то насвай. Кстати, в том месте можно было что-то придумать, но здесь просто мусор. Кстати, здесь даже тележка есть, странно. Вот, тут ещё дверь выломана какая-то непонятная. И здесь такой, как сказать, чекпоинт, какой в аэропорту, знаете, без ружья. Без оружия. Я недавно знаю, узнал точнее, как получить и вообще доставить ружьё в эту комнату. Я должен вам сказать, это совсем непросто. Вот, это как раз таки рычаг, чтобы с крыши, а точнее с того места, куда вы будете заклинивать механизм. Вот видите эту трубу, да? Вот она идёт. Вжиг-вжиг-вжиг-вжиг-вжиг. Ну, естественно, она выходит сюда. Вот, если вы сейчас заклините механизм потом ружьём, который мы получим от манекенов и тортиков, то, нажав вот на этот рычаг, это ружьё вылетит прямо отсюда. Я вам серьёзно говорю, это и есть способ, как его сюда доставить. Если вы успеете все эти предметы прострелять этим ружьём, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот, то откроются эти решётки. И тогда вы сможете достать вот этот рычаг и откроется вот этот красный ключ. Я пока не буду его получать. Пока что этого не нужно делать, потому что я хочу попробовать это сделать честным способом. Спокойно, что тебе ли бросает опять. Так, ну и что мы делаем? Нам ничего не остаётся, кроме как лезть в эту лифтовую шахту и отправляться забирать зелёный ключ, который примагничен вон в той комнате. Я вам рекомендую крайне оставить все железные предметы, которые у вас находятся в инвертаре вот здесь. Что? Что? Вот это вот элемент оптимизации меня реально конфузит. Я уже несколько раз замечаю такой бред. Значит, сейчас у нас имеется здесь только зонт. Всё, что нам остаётся, это, естественно, добраться до того самого огромного магнита, который работает от мельницы. Я думаю, вы знаете, про какую я мельницу говорю. На самой крыше дома расположена мельница, которую надо заклинить. Тогда, естественно, и магнит работать не будет. Только не вот этот, естественно, а там огромный магнит, который забирает у нас все железные предметы. Ещё один элемент тупости соседа. Это его основа, самая магнитическая, которая при вращении вызывает некие силовое поле, которое притягивает все предметы. Тут у нас находится рамка, та самая, обязательная, типа что оружие нельзя проносить. Ну и всякие детали, которые, кстати говоря, висят вот здесь. Здесь, кстати, бинокль есть. Есть будильник, сковородка, в общем, всё металлическое. И вот тот самый магнит. Работает он от мельницы. Вот зелёный ключ. Даже не пробуйте его забрать, бесполезно. Так. И, естественно, всё, что нам нужно сделать, это... Так, быстрее. Это отключить эту самую мельницу. Ну, если мы это сейчас будем делать, то давайте заранее с собой возьмём какие-то две коробки. Я не знаю, зачем две, но, в общем, я думаю, пригодится. Так. Забираемся вот сюда. Здесь находится очень интересный момент. Видите, здесь решётка, которая закрыта на красную гайку, но гаечный ключ лежит за решёткой. То есть это реально ломает мозг. На самом деле всё очень просто. Сосед просто использовал так же зон, чтобы спуститься вниз. И, как я вам и говорил, эта самая труба ведёт в ту самую комнату. Я даже... В принципе, нет. Я верю. Я верю, что она ведёт прямо к тому механизму. Интересная механика. Значит, проверяем то, что у нас открыт зонт и... Спрыгиваем вот сюда, я думаю, да. Теперь. Теперь. Нужно... Нужно... А, я знаю, что нужно. Нужно, значит, смотрите. Это станция, где эти кустики. За кустиками дверка. Можно пробраться и без граммофона туда, без красного. Но лучше с граммофоном. Мы всё-таки честно проходим игру. Короче. А сейчас будет самый интересный момент. Видите вот эту трубу? Для чего она нужна? Не надо останавливать этот паровозик. О, сосед. Прикольно наблюдать за ним тут. Не надо его останавливать. Это невозможно. Надо просто всего-навсего вот на эту трубу спрыгнуть с помощью зонта. И когда здесь поедет паровоз, нужно словить тайминг и прыгнуть на него. И тогда вы попадёте на крышу. Заберёте красный гаечный ключ честным способом. Всё. Зачем какой-то бред придумывать? Зачем? Нет смысла. Кстати, походу, это реально окно постоянно открыто. Так, погнали. Ну всё. Ну кто здесь батя? Я здесь батя. Вы батя, ребята. Вы все здесь батя. Кто ставит лайки, все батя. Спокойно. Приготовиться. Раз, два. А я, в принципе, и так попаду сюда, да? Ага. Всё. Значит, всё. Гаечный ключ у нас, как я и говорил. Есть способ. Есть способ без читерства. Если хотите читерский способ, пожалуйста. Вы его должны знать. Не знаю, работает ли он на компьютере, но показываю. Просто смотрите. Раз и забираете. И всё. Всё. Там гаечный ключ вы получите. Я вам гарантирую. У вас получится. Так. В принципе, всё. Открыли. Гайка полетела. Кидаем его туда. Мы его найдём. По-любому он не пропадает, как граммофон. Осталось только механизм заклинить. Погнали. Кстати, да. Если кому-то... На компьютере я говорил, у нас очень слабый прыжок. Поэтому вам потребуется здесь коробка. Вот. Но поскольку на мобиле можно и без коробки пройти, я прохожу как бы без коробки. Просто показываю вам. Мне не потребовалось две. Значит, здесь находится тот самый люк. И вот эта самая мельница. Она питает этот самый огромный магнит. Так. Не понял. Хорошо. Объясняю следующее. Значит, вот это вот пункт наблюдения. Там находится кресло, шкаф. А на кресле семечко золотого дерева. Чтоб туда забраться, нужно разморозить все эти кусты с помощью огромного красного граммофона. И следующее. Мельница остановилась. Магнит не крутится. И естественно. Мы теперь можем забрать тот самый зелёный ключ. Хватит ездить на мотоциклах. Всё. Следующее. Коробка. Ну, пусть, в принципе, здесь лежит. Не знаю. А хотя, знаете что? Смотрите. Давайте эту с вами коробку положим туда же. В этот самый механизм. Потому что труба нам его потом выдадет. И если, когда у нас ружьё попадёт вот туда, и попадёт в ту комнату, решётки закроются. Я думаю, что если мы вытолкнем все эти предметы, то эти коробки могут помочь нам. Кстати, нехило. Вот. Туда можно класть неограниченное количество предметов. Все они будут вам выдаваться с определённой периодичностью. Так. Дайте ещё раз подумаем. Не, ну реально ведёт прям... Я даже хочу посмотреть на Туре. Что нам остаётся серьёзно? Что нам точнее стоит? Ага. Да, на Туре. Это правда. Я думал, это бред, но нет, это правда. Она прямо ведёт в ту комнату. Ну хорошо. Я рад, что... Я рад, что разработчики всё так продумали. Блин! Отстань сосед. Я всё равно ключ забрал. Быстрей, 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 быстрей. Тра-та-та. Тра-та-та. Так, всё. Ой, блин, он лезет сюда, офигеть. До свидания, до свидания, до свидания. Так. Молодцы, мы не забрали с вами зелёный ключ. Я хороший человек. Ну ладно. Нам же ничего не мешает сделать это ещё раз. Сейчас мы просто поднимемся туда, потому что наш главный герой лазит быстрее Соника, быстрее Флэша вместе взятых. Прорисовались предметы, которые здесь находятся. Ну и что я вам говорил. Магнит не работает, и мы можем снова забрать свой... Не снова, а просто забрать наш зелёный ключ. А ещё здесь я видел бинокль. О! Не знаю, зачем он нам нужен, но просто сейчас его возьмём. Так, и следующее. Давайте с вами прямо сейчас... Да, прямо сейчас сходим в одно интересное место. Это будет полезное место. Я должен сказать очень. Ух, здорово, Томас. Кстати, на Томас можно ещё и сюда попасть, на Томаса. Так. Можно было и не так делать. Ну как хотите, как хотите, да, как хотите. Так, значит. Борской, бошкой его туда кидаем, и всё. У нас уже один манекен есть. Хорошо, манекена надо собрать 4 штуки. Как я и говорил, консуль управления паровозиком находится вот здесь. То есть это надо вон туда, вон, видите, вон ту дверь. Вот сюда перепрыгнуть и вот сюда попасть. Это бред. Это долго и нудно. Смысл так делать... Смысла так делать нет. Но я всё равно оказался в этой комнате. Хоть и ниже на уровень, но оказался. Вот это. Вот тут находится ружьём. Давайте его разыскивать. Так. Нужна одна тарелка. Тарелка, я не знаю, обязательно или нет. Но лучше возьму ту, которая находится... Где она находится? А, нет, вспомнил, где она находится. Она находится... Где она находится? А, она находится в ночной комнате. Точно. Но сейчас же не ночь. Что мы будем делать? А, нет, я знаю, о чём будем делать. Мы откроем вот эту дверь. Мы же зелёный ключ получили. Я не буду проходить кошмар со школой. Прямо сейчас просто открою. У нас сейчас нет времени на этот самый кошмар. Нам нужно сейчас в чём-нибудь другом подумать. Нам нужно подумать... А, нет, я знаю, о чём. Нужно лучше... Знаете, убьём двух зайцев. Точнее, бедные зайчики. Я не убиваю вас. Просто так скажу. А, значит, спускаемся сюда. Вот это дверь. Так. Так, 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 э, бой. Значит, вот эта дверь. Вот эта комната. Ой, процессор тротлит стал, извиняюсь. Ой, тротлит стал в натуре. Просадка пошла, всё, закончилось. Хорошо. Значит, это ночная комната. Поставим стул заранее здесь. Чтобы, когда наступила ночь, а мы её сейчас получим... Блин, опасно, если честно. Очень опасно. ладно ждем сейчас когда проеду этот новый вот сюда встаем ару что 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 это как это чё за картину можно попасть до ее открытия я просто не знаю как ну это возможно по сути капец чё за бред а чё я хотел сделать я даже забыл я сбился вообще еще ходил нет я вспомнил такой бен процессор хоррест рот лите так сосед здесь был так ребята начало лагать примут и от чистого сердца говорю извините но это телефон делает потому что он очень сильно горячим же ему надо как-то предотвратить перелив о так все 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 успокаивайся все 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 нету ничего успокаивайся все успокоился вроде бы потихоньку так нет нам не сюда нам нужно дождаться томас сейчас он приедет и мы его отключим тогда мы нужно со спокойной душой заберем этот самый манекен а приехал быстрее просто нажимаем на кнопочку и все теперь томас больше не едет больше нас не собьет если вдруг надо будет куда-то пробраться ну вот собственно говоря мы получаем с вами манекен хорошо я очень рад ну вот я проговорил что все должно пройти успешно все так и случилось ой 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 меня даже подхватил ничего себе я думал я думал получится но получилось соседу мы не сдаемся лучше убежим как можно дальше ой блин процессор тротлит как вообще как никогда с другой стороны если бы я не включал производительный режим он всегда бы так ладно в общем ребят придется потерпеть иначе никак все да да вроде бы все значит оставим на это сюда спасибо отлагал слава богу значит один манекен уже есть уже все уже почти прошли следующее все что я очень хорошо помню так это то что нам сейчас потребуется большущая коробка и естественно тортик тортик мы заберем лучше сначала тот что находится на самой самой крыши на самом самом опасном месте который не получить без двойного прыжка однако без двойного прыжка даже с двойной прыжок честным способом мы не сможем получить использовать его здесь почему потому что тортики нужны для того чтобы получить двойной прыжок. То есть это замкнутый путь. Так, по максимуму. Так. Хорошо. Да! Я сделал... Вы просто представьте, какой прыжок делает этот главный герой. Даже если я в лизонто это делал, он бы допрыгнул, отвечаю. По-любому, ребята, здесь нужно взять эти самые два предмета. Тортик и тарелочку. В принципе, эти коробки пусть останутся тут на память. Все остальное, в принципе, нам не пригодится. А слушайте, а если... А если реально? Конечно, я понимаю, что эта крыша сделана, чтобы и туда не попадали. Ну а вдруг? Ну и еще одно пара. Поставлю коробку, то получится по-любому. Ну ладно. Но мы сейчас не за этим здесь. Мы все-таки... Мы все-таки проходим. Так, подождите. А что следующее? Я вижу тортик! Я реально его вижу! Стой! Стой, 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 стой! Каким хри... Так вот куда это... Понятно! Мы с вами все торты... А, нет, еще не все. Капец, ребята! Так вот что это за комната! Все! Помните, я угорал с этой комнаты? Что это такое? Она открыта, оказывается! Точно! В ней же нет стекла! То есть, это мы с вами сделали прыжок... Полет? Класс! И это офигенная игра, ребята! Если не смотреть на то, что у них случаются баги, это просто гениальная игра. Это такой геймплей, это просто вообще... Это гениальный игра, я отвечаю. Я просто не могу остановиться, это говорить. Нам остается только... Значит, раз... Раз, два... Хорошо. Теперь подумаем. Так. Плохо что-то думается. Нужно выйти наружу. И где я бинокль вам... А, я знаю, где бинокль. Я должен крайне сейчас вспомнить, куда ведет... Откуда... Отчет, тьфу ты! Как попасть в ту гребаную комнату? Спасибо, сосед. И, как всегда, дружелюбен. А, ну да. Значит... Да. Сосед, не трогай меня. Он камеру установил. Надеюсь, он не еще отключен. Так, вперед, 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 вперед. Так, бинокль. Значит, вот эта комната. Вот, видите, раз, два, три, четыре. Вот в это окно смотрит манекен. Он не прорисован сейчас. Отсюда я вижу. Вот. Вот, видите, вот это вот место. Вон там. Люк. Вот. Там находится комната. Надо вспомнить. Что это за комната? Нет, все, я вспомнил, что это. Это как раз таки комната, где надо убрать вот эти кусты. Помните, я вам говорил, станция там кустики и за кустиками дверь. Вот. Типа, все разбиваю, где эта комната находится. Точно. Мне ничего особенного нет. Просто там спуск находится в ту самую комнату. Правда, как туда попасть? Да, в принципе, я без граммофона туда могу попасть. Да. Но это на самом деле долго, и это не честно. Нет. Давайте лучше, знаете, все, как сделаем. Лучше мы просто возьмем. Вот эта комната. Вот она. Вот за теми кустами дверь. Я не буду сейчас туда попадать. Можно это сделать, но это не честно. Лучше разморозим их граммофоном. Все как надо. Для начала сольем дверь. Дверь. Сольем воду, которая находится... А где она? Серьезно. Черт. Конечно же, она находится вот в этой комнате ночной. Там, это даже не комната ночная, это дверь ночная, которая открывается по ночам. За ней находится еще одна дверь, только дневная. Опять-таки, то, что взрывает мозг. Вот. И за той дверью находится решетка. Там, если за этой решеткой, по-моему, за ней находится железная дверь. В той железной двери есть давление из-за воды. Эту воду можно слить. И вот это самое место. Вот оно. Че? Это сейчас что было? Какое-то говно пролетело какое-то. Так. Главное, чтобы меня вот эта ерунда сейчас не сбила. Ох, какой молодец. А вот и яблоки, а вот и кусты, которые надо вырастить зеленым граммофоном. А где зеленый граммофон? Он в ночной комнате. Конечно. Вода слита, но лучше подождать здесь. А то бак иногда происходит, вода не сливается. Хорошо. Все, вода слита. Вот яблоки. А, ну это типа показано, да. Так, вот мешок. Блин, вот плохо, что его повернули этой стороной. А хотя вот на этой стороне должна быть наклеена подсказка, типа, что нужно делать. Короче, вот эти яблоки стреляют по рычагам. Есть шанс, что все четыре яблока стрельнут так по рычагам, что они будут все включены. И тогда я смогу забрать глобус. Вот эта дверь ведет сразу в кошмар супермаркета. Но я сюда не пойду, иначе он включится. Я не хочу его проходить, потому что самый худший и самый скучный кошмаров из всех, которые есть в этом акте. Который обязательно нужно проходить. Повторяю, обязательно. Ой, я не попал. Жалко. Так, хорошо. Ну, в принципе, все. Нам осталось только соседу попасться два раза подряд, чтобы наступила ночь. Потому что дальше проходить акт днем не получится. Так, сосед очень плохо видит, кстати, по ночам, поэтому у нас есть преимущество. Но главное, сейчас ему не попасться на глаза, потому что мне нельзя, чтобы он меня сейчас поймал. Мне нужна ночь. Так, ладно. Потом разберемся с камерой, когда откроем ночную дверь. Нам только ночную дверь открыть, и все, ребят, я вам клянусь, я сразу включу день. Обещаю. Ненавижу, когда Hello Neighbor проходит по ночам. Я единственный такой, который постоянно не делает никаких себе. Так сказать, облегчение я специально для зрителей, чтобы все вам было видно и понятно. Правда, тут никак не обойтись без этого уж извиняйте. Вот, значит, ночная дверь. Открываем. Вот он, наш драгоценный зеленый граммофон. А вот и ночная дверь. Здесь у нас закрыта. Ставим сюда. Главное, не падай, пожалуйста, как другие граммофоны. Эта вещь пропадает, если вы ее не видите. Она пропадает и не прорисовывается. Это бак. Теперь надо... Нет, она закроется. Что? А, это бинокль. Ну, успокойся, все. Все, хорошо. Берем, значит, граммофон и убиваемся. Все, ребят, я вам обещал. Нужен только был граммофон и все. Сразу, прям вот обещаю, сразу берем и идем в ту комнату, где у нас идут, точнее, есть комната с яблоками. Чтобы эти яблоки не могли... Ага, вот это мы сейчас с вами благополучно должны убрать. Это безобразие. Хорошо. Так, этим можно будет бить соседа. Так, это значит безобразие. Мы далеко и надолго отправим в полет. Хорошо. Там невидимая стена стояла. Так, значит, что мы должны сделать? А, да. Точно. Да, это дневная комната. Точнее, что-то на дне. Вот, блин, ну никогда не понимаю вот этого бреда, ну ладно. Ну ладно, мы все равно сюда попали. Вот сюда. Все, дверка не закрылась. С чем я поздравляю? Ребята, я дурак. С этим согласится и не только хейтер, но и мой подписчик. В этой игре утро это не день. Поэтому сейчас дневная дверь не закро... Убью сейчас эту поганую игру. Дневная дверь не откроется сейчас. Не откроется она. Она закрыта. Ну, нельзя так поступать с людьми. Но, тем не менее, граммофон есть, светло тоже есть. Значит, и у нас есть доступ к комнате с яблоками. Прямо сейчас вырастим их и убьемся еще раз, чтобы наступил день. Все. Быстрее. В окно. Хорошо. Музыка. Включаем. Зеленый граммофон просто берет и... Че такое? Почему оно застекленное? Оно же... Короче, если бы я бы в начале игры не разбил его, и если бы я бы поймал сосед, то я бы сейчас был... То я бы тогда бы вот такой прыжок эпичный не сделал, и не бы получил торт так быстро бы. Ну, я думаю, все, достаточно. Так. Раз. Два. Все. Все включены в зеленое положение. Все, граммофон. Хватит трещать. Бесит твоя пластинка. Хотя музыка красивая там, но наитупейшее качество, поэтому все. Ну, если только прокатится яблоко, но я не думаю, что что-то способно выключить эти рычаги. Поэтому мы просто убираем. Убираем. И убиваем. Я все-таки он повредил себе ногу, я ему клянусь. Ой, а я глобус не забрал. Ну, ладно, потом заберем. Сейчас мы сначала доберемся до этого тортика последнего. А? Заберемся или нет? Доберемся. По-любому доберемся. И до комнаты этой доберемся. Ну, естественно, когда получим глобус, вернемся вот в эту станцию, где у нас эти кусты, разморозим их, и все будет окей. Спокойно. Так, дневная комната, не будем рисковать. Не будем падать на всякий случай, просто пройдем вот таким образом. Я все-таки немного ссыкую. Не хочу, чтобы эта дверь закрылась. Надеюсь, ты меня не запрешь здесь. Все, дневная комната, наконец-то, тортик. Последний, кстати говоря, все мы уже нашли, благодаря везению. Значит, все. Здесь обычно вода находится, но поскольку я ее слил, теперь воды здесь нет. И, кстати говоря, вон там вот эта решетка, вот видите, да, ее отсюда видно. А хотя, что я боюсь-то. Все. Вот. Не-е. Нет, это не то. Блин. Короче, вот это место, помните? Вон, вот этот люк. Блин, я все время угораю от того, как далеко мы это все видели, и сейчас мы находимся прямо в этом месте. И балалайка. Естественно, вся эта комната огромная. Вся эта хрень с этой водой, которой надо слить. Тут еще одна комната ради одной балалайки, которая в конечном итоге просто открывает решетку, которая открывает генератор, который размораживает карту, которая лежит в холодильнике. Вот так. Значит, вот эти коробки. Когда-то я уже здесь был. Помните, значит, там стоял манекен, который стоял как раз-таки в этой розовой комнате, фиолетовой точнее, которая открывается на синий замок, точнее, на синий ключ. Вот. Так это то самое место. Правда, оно заложено коробками. Однако, я вам гарантирую, каждый человек способен открыть эту комнату нечестным способом, просто кидая коробки в дверь и расшатывая ее. Коробки в конечном итоге сдвинутся, и вы сюда попадете. Однако, естественно, вы не сможете пройти эту головоломку с избиранием предметов. Надеюсь, это та самая дверь, о которой я и думал. Ну-ка. Ага, я угадал. Нифига себе. Я такой вообще мастер в этих самых комнатах. Кстати, ой. Ну, прям капец процессор. Ты прям, он не справляется. Телефон вообще уже кипитошный. Так что, ну, прям извиняйте, ребята, за эти лаги. Ничего не поделаешь. Процессор прямо за всех сил пытается сделать так, чтобы он не нагревался в телефон. О, отлагал. Благодарю. Значит, собираем все предметы, как показано на картинке. Первым делом ставим балалайку вот сюда, вот в эту полоску. Фонарь вот сюда. Кепку кладем на край. Неважно, как она будет, но лучше вот так. Подушечка. Где подушка? Ну ладно, пусть здесь лежит. В принципе, вот еще скейтборд. Так вот это вот мы. Убираем. Ненужные ерунду это. Скейтборд просто ставим сюда. Блин, процессором кончая реально. Кань. Кань. Еще что? Бейсбольный шарик, где он? Короче, я его выкинул куда-то. Где-то он где? А, вот он. А, чем убирайте его из того угла, иначе у вас ничего не получится. Вот так разработать нехило прикольнулись над вами. Так вот. Так, теперь остается только... Ой, 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 ну нет. Это бесполезно теперь. А хотя, ну, в принципе, какой из никакой плюс мы отсюда можем вытащить. Глобус. Точно. Кстати, а глобус можно в этой... Не, навряд ли он не работает. Короче, глобус надо заморозить. А ключ в карту надо разморозить. Но, к сожалению, придется нам, конечно, в наш дом идти и замораживать ее там. Да хватит процессор, ну издеваешься что ли? И снова игра отлагивает. Надо реально, видимо, в морозилке сидеть и играть в эту игру. Ну, просто телефон огненный какой-то уже. Значит. Тортик полежи здесь. Кетчуп. Кептейн, что там было написано? Не тортик, а глобус. Все, я за тобой вернусь. Осталось только, значит, тортик положить на тарелочку, чтобы у нас место освободилось. Что ты за собой таскаешь этот бинокль? Мне он нужен был только, чтобы вот это посмотреть. Сосед со своими камерами, отстань. Нету все, 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 ты меня потерял. Так. Манекен еще один у нас находится в комнате, я его еще не спустил сюда. Вон там, вон там. Так, а это тот самый манекен, который он в той комнате за окном стоял. Да-да-да. Да-да-да, это он. Че? Опять меня сосед замечает, и я не понимаю, как. Так, ладно, давайте сразу этот манекен сюда спустим. Он все еще здесь валяется. Я его до сих пор, он все еще не провалился в текстуру. Странно. Значит, вот, но это хоро... А что я? Зачем я вообще туда-бегу? Туда-сюда бегу? Можно было вообще... Да блин. Сейчас, пол экрана закрывает манекен, ничего не вижу. Убирай. Прыдай. Вот. Все, в принципе, все. Все торты собрали, осталось только два манекена. Один на самой крыше находится, который надо будет как раз-таки глобусом разморозить. Точнее, кусты разморозим красным граммофоном, который получим, когда этот самый замороженный глобус поставим на алтарь вон в той комнате. Че? А, это лампочка. Думаю, камера там что-то делает. Думаю, как туда сосед попал. Вот. Так. Следующие мои действия. Я просто потерялся, я сбился с толку. Хотя нет, не сбивал. Угу. Нам по-любому нужен красный граммофон, чтобы добыть остальные два манекена. Тут уж никак ничего не поделаешь. Блин, кто включил эти камеры, того убью. Очевидно, это сосед сделал, но все равно. Так. Куда я пошел? Значит, глобус. Теперь просто флэш. Глобус размораживается очень быстро, и вам нужно, ну просто реально... рановать как можно быстрее. Блин, он уже размораживается скорее. Так, алтарь. Ставим. Так. Хорошо. Все, теперь идем на самые верх лифтовые шахты. Даже не здесь, а вот тут вот. Теперь налитая вода, которая была вот здесь, превращается в лед. Из-за того, что замороженный глобус находится на алтаре. Теперь главное, чтобы мы добрались... Вот он, красный граммофон. Все, добрались. Ну как бы все, дорогие друзья. Осталось только... Тихо-тихо. Осталось только получать... А куда она? А вот сюда. Прямо сейчас давайте заберемся с вами на крышу. Получим еще одного манекена. И потом сразу пройдем вот по этой вот железной дороге. Доберемся до станции Пида. Скорее всего она так называется. Не Пи-Дор. А Пи-До. Доберемся до туда. Там разморозим все кусты, которые нужно разморозить. Так, потише сейчас сделаю. Теперь нужно разморозить все эти кусты как можно скорее, чтобы добраться до... До того манекена, о котором я говорил изначально. Так что давайте быстрее. Давай. Так. В принципе, манекен... Пусть точнее, граммофон играет до сих пор. Мы забираемся на самую-самую крышу. Кстати, у людей, которые боятся высоты, сейчас может случиться приступ, потому что мы добрались до той высоты, на которой расположена сама мельница. Это уже реально офигеть. Так. Чего ты взял-то? Я его не хотел брать. Манекен. Неужели? Так. Ну и как раз у нас есть место в инверторе, чтобы мы с вами прямо сейчас... А знаете что? А мы не будем прям... Ой. Мы не будем прямо сейчас туда возвращаться, а мы просто возьмем и спрыгнем вот на эту стойку, кривую. Как она держится, я понятия не имею. Эти крепления снизу не было бы достаточно по всем законам физики. Но это все-таки игра. Ни фига себе тут тени. Так. Семечко гигантского золотого дерева. Просто его посажу, растить я его не буду. Это просто какая-то нервотрепка, если честно. Оно растет несколько лет, по-моему. Я не знаю, сколько его растить вообще надо. Так. Спускаемся как раз на рельсы. Что делать? Не получится. А нет, получится. Мы же драмофон оставим. Нам же он больше не нужен будет. Теперь главное понять, куда идти точно. Вот сюда надо. А как туда? А, я знаю как. Так, перепрыгиваем с этих рельс на эти. И прям с этих рельс потом доберемся до генератора. Логично же. О, коробки еще здесь, они не упали. Так, нам не сюда, нам на следующую станцию. Идем, 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 идем. Наконец-то все, ребята, ружье у нас. Ружье мы получили. Быстрее. Все, ребята, все по-честному. Я прошел. Все манекены, все тортики собраны без каких-либо читов, багов, фигов и так далее. Значит, вот этот люк как раз таки может показать вам, что здесь налита вода. И этот самый манекен. В принципе, все. Так, а вот и подсказка, о которой я вам говорил. Здесь, правда, только про зеленый граммофон. Потому что вы его должны найти первым, это логично. Что зеленая музыка позволяет расти растениям. А вот насчет красных, по-моему, здесь не написано. Кстати, мотейто. Мотейто. Потейто, мотейто. А на самом деле это томато. Томейто. Так, все. Все, граммофон нам больше не нужен. Мы все с ним сделали. Все, что должны были сделать. Теперь я должен придумать способ, как самым таким гениальным способом попасть прямо... Прямо куда? Прямо фиг знает куда. Но хотя не я знаю, куда именно нужно. Так, а вот это вот... А вот это вот дуризма. Нет, все нормально. Во-первых, я сейчас прямо спущусь, прямо слечу с этих рельс и куплю... Куплю, что я несу вообще иногда. Нажму на кнопку этого самого генератора, где он находится только. А, все, вижу его. Не показал, что он не открылся. Он открылся. Все, мы все предметы оставили, все, он должен открываться. Он открылся. Тихо-тихо-тихо. Так, теперь самый аккуратный момент. Блин, не очень страшно. О, есть! Я сделал это, ребята, я сделал это. Я добрался, я отключил теперь карты и уже размораживается. Она уже почти готова. Все, что нам остается сделать, это... Стоп. Мы берем это семечко с золотого дерева и сажаем его вот сюда, в отведенную для этого грядку. Чтобы его посадить, нужно нажать, естественно, среднюю кнопку. Кнопку использовать, запомните это. Кстати, вот еще одна подсказка, она прямо тут находится, имейте в виду. Ну, хотя, если вы посмотрели это видео, то... Все. Нет больше камер. Теперь сосед не будет меня палить, хотя их надо отключить на всякий случай. Все, ребята, все. Все. Ставим. Блина. Эй. Четыре манекена. Один просто лежит, устал. Ха-ха-ха-ха-ха, есть! Я сделал это, ребята, дружье у меня. Четыре манекена, четыре пирога, все. Чего я не понял? Неужели, ребята, неужели? Замечательно, замечательно. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. В принципе, все. Нам остается лишь тогда получить как раз-таки лом. Который можно было изначально получить, но я что-то этого не сделал. Ага. А вот и, собственно, то самое место. Не вздумайте, просто заклинаю вас, не вздумайте кинуть это ружье, чтобы оно попало в ту комнату. Вы не заберете его, потому что это просто закроется, потому что ружье будет уже там. И вы просто не попадете туда. И не читерским, никаким способом вы туда не доберетесь. Только если произойдет бак, и эта решетка откроется. У меня уже такое было, но только один раз. Поэтому прямо сейчас нам нужно идти на крышу и бросить это ружье туда, чтобы как раз-таки его трубам не выдало в этом месте. Стоп, что? Это как вообще возможно? Что? Вы что, мне раньше не могли об этом сказать? А зачем я сюда забрался-то? Ну ладно, я бы и не мучился бы с этим бы местом. Зачем я это все делаю? Время это делал. Так, ладно. Здорово, Томас, ты еще мертв. Он будет мертвы всегда. Так, ладно, забираемся на крышу. Прямо вот на самую... Самую-самую крышу. Вот прямо на нее. Ага. Так. Теперь. Сюда. Теперь прямо вот сюда. На плантации этих самых огромных, маленьких уже кустов. Вот это мельница. Значит, все. Вот этот люк. Этот люк. Ух ты ж, е-мое, сколько там шестеренок. Этот люк мы пополняем с вами ружьем. Закрываем. Так, следующее. Это тут труба. Вот, кстати, реально. Так, это кошмар. Чуланом. Теперь надо понять, как бы получше. А не получится. Там все равно все заколочено. К фигам надо все. Нет, получится побыстрее, если я вот сюда вот сразу попаду. Так, вот эта комната, лол. Я ее отсюда увидел. Так, а вот и глобус. Он разморозился. Я вам говорил, что это произойдет. Так. Так. Все время меня вот этот момент смущал. Соседа здесь нет. Его... Его здесь нету, понимаете? Но у меня постоянно предупреждают, что он где-то здесь. Труба. Ты мне дал... Что за бред? Так. Ты мне должна выдать все то, что забрала у меня. Почему я не могу забраться сюда? Я вообще могу это повернуть? А... О. Двигай себе. Хорошо. Ружьем. Я говорил, что она выдаст вам абсолютно все, что было в механизме. Оно выдало. В принципе, здесь уже ничего не закроется. Вот таким образом. Значит так. Теперь. Ну, блин, я не знаю, как это возможно. Короче, когда все эти предметы подсветятся, то решетки должны открыться. Как-то так. А, его можно и включать, и выключать. Понятно. Что происходит? Почему? Короче, ребята, я не знаю. Может быть, я вырежу этот момент. Кто знает. Получилось! В смысле, не получилось? Так. Что-то я не понял ничего. Подожди. Ничего, эта кнопка нужна? О. Ребята, если честно, вот этот момент, я не знаю, нигде не показано, как правильно решать эту головоломку. То есть, когда все предметы перестают подсвечиваться, закрываются решетки. И за этот момент я должен успеть нажать на рычаг? Что? Это, по-моему, более чем невозможно. Это невозможнее. Так. Хорошо. Плохо. Ничего не понятно, если честно. Вообще ничего не понятно. Хотя бы получилось это сделать, но чтобы вот как-то так, я не знаю. Зачем я вообще ружьё вынес тогда? Фиг знает. Уй, ё-моё, ты куда? Стой! Так. Хорошо. Попробуем заново. И всё? Да, да нет. Да ты придурочный, что ли, доказать? Так. Я почти решил. Я по-любому вам говорю, это уже почти решение. Сосед, ну зачем ты? Короче, это кабзет. Я вам отвечаю, я почти решил, то есть это решаемая головоломка. Ну что не так-то я сделал, я же нажал. Я всё, я как должен был, как надо. Сосед пробуянил, походу. Блин, я больше не буду вытаскивать ружьё из твоей комнаты, зачем я это делаю второй раз уже? Так, хорошо. Я же нажал на рычаг, почему он закрылся? Не должно было такого произойти, я ведь нажал, всё, ключи должен быть у меня. Ммм, да, странно, ладно, ещё раз. Мы ружьё бросили, берём, нажимаем на рычаг. Поскольку мы ружьё бросили в ту дырку, где крутится этот самый механизм от мельницы, труба выдаёт мне его сюда. Дверь не закрывается, хорошо, теперь надо успеть эти предметы нажать, ё-моё. Ключи открылся. Ключи открылся. Ну, закрылась дверь, как это понять? Так, а в смысле? Так это невозможно. Я, по-вашему, чё, должен замуровать себя, что ли? Я не буду этим заниматься. Он закрывается, это не дало... Что? Окей, смотри. Чё, издеваешься надо мной? Он меня замурав... Я не могу отсюда выйти, а что делать-то? И он закрывается, и этот ключ закрывается, ничего не происходит. Так просто провести меня не получится. Лом мы просто отдаём сюда, забираем его. Так, нам нужно два предмета, по-любому, ага. Я тебе покажу, как меня троллить. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хорошо. Я найду способ. Не знаю, читерский, не читерский, это способ, что я сейчас делаю. Но, по-любому, так надо проходить, но я не хочу, чтобы меня запирали здесь. Это бред какой-то в смысле. Где ружьё? Так. Нажимаем. Да нельзя так делать. Да почему? Почему? А, кстати... Знаете что, я думаю, просто вот так сделать. Если это не получится, ребята, то... Здесь, может быть, надо как-то решётку заблокировать, чтобы она не закрывалась. Может быть, надо ток отключить, тогда не будет закрываться какие-то определённые решётки. Но если нет, ну... Ну, я не знаю тогда. Погнитить, но я не уверен. Просто надо попробовать. Так. Так. Подшпачки. Это же нечестно. Нет. Не получилось бы, ребята. Не получилось бы. Что ж, тогда заберём ключ на всякий случай. А то сейчас ещё закроется. Так. Так что... Ну, как есть, что есть, то есть. Как бы я сделал... Получилось читерский, не читерский. Решайте сами. Тут ещё куча баскетбольных мячей. Они в ПК-версии подбираются. Но в этой нет. Так что имейте в виду, что... Вот. Как-то вот так. Я получил красный ключ? Правильно, неправильно я сделал? Уж я сам не знаю. Но всё, что нам остаётся сделать, это проходить кошмары. Всё. Сосед здесь где-то. Так. Я, по сути, решил сложнейшую головоломку. Но правильно ли? Может быть, там есть какой-то способ без этого рестарта? Ну, как-то я вот... Я боялся, что он закроется. И мне придётся читерским способом добывать ключ. Но мне кажется, что я всё правильно сделал. Просто чисто логически подумайте. У вас в реальной жизни не было бы такой кнопки рестарт. И если бы вам действительно нужен был бы красный ключ, без бага вы бы не смогли бы его достать. То есть тут просто какой-то телепорт у меня сработал. И я смог выбраться оттуда. Так что я думаю, всё-таки это читерский способ. Ладно. Тогда уж погнали проходить кошмары. Потому что мы уже открыли все двери. И нам нужно тогда только три кошмара пройти. Начнём с кошмара со школой. Меня нет. Нет, я есть. Когда звонит звонок, на перемену манекены добрые. Понятно. Не получилось. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Хорошо. Главное успеть нормально добежать вон до того шкафчика. Нет у меня. Нету, 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 нету. Кстати, этот кошмар научит вас отталкивать соседа. Хорошо. Я не знаю, в какую я там последнюю миллисекунду успел, но успел. Манекен прям здесь был. Всё, мы прошли. Это самый, наверное, лёгкий кошмар из всех возможных. Но на компьютере он вообще дикий. Там вообще просто пипец. Я знаю, какие там манекены. Насколько они там быстрые. Так. Блин, я до сих пор офигеваю от того, что мой способ с рестартом сработал. Но это нечестно, блин. Я нигде в ютубе не могу найти способа, как пройти. Это честным способом, тот самый красный ключ. Но кошмар я легко прошёл. Этого дядю Васю манекена я оттолкнул. Так что, ну, ну, как, вот, всё, как видите. Так, я думаю, ключ-карта уже разморозилась. А сам лом уже тоже готов. Но мы его потом достанем, когда пройдём все кошмары. Так, ключ-карта готова. Размороз... Ой, сосед, всё, 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 всё. Так, погнали на крышу проходить кошмар с чуланом. Он попроще, чем супермаркет. Нет, он посложнее, чем супермаркет, но он гораздо более интересный, чем супермаркет. Я предпочитаю оставлять самые неинтересные, но потом. Так, нам сюда. Раз. Хорошо. на очень опасную комнату приземляемся крайне опасно все так у нас тут лежит камера до цель этого кошмара забраться на самый 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 верх даже не как ситу а очень очень высоко естественно для тех кто боится высоты вообще игра холодный противопоказан так стаканом разбиваем кувшин так сюда спокойно сюда хорошо так идущим делом надо я блин даже не знаю о красавчик как надо вообще примут к этому магниту надо было таким книжкам тут наш чумодосики ждут и вот это вот дырка в стене идем сюда тут у нас свет какой то чумодосики уже здесь забрыгиваем на часики с часиков вот сюда реально такой бред наркоманский если честно внимание вот на эти желтые доски они отпадают каждый раз когда вы на них наступаете поэтому пути крайне аккуратны если упадете вниз то вы не сможете пройти этот кошмар поэтому прыгайте по ним как можно быстрее все следующим делом можно уже падать в тостер после того что нажали вон на тот рычаг погнали щик да если вы откроете то эта штука повернется и будет вас уже сюда толкать запрыгиваем выше еще выше так сейчас у нас уже будут идти полеты на самолетах и и игра в дартс только игра в дартс у нас будет не на вот этому как сказать мишени а он вообще там толкаем 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 прыгаем на самолет вместо того чтобы идти вот по этому говну лучше сюда попасть чуть не упал но я жив хорошо пробираемся выше если упадете есть еще в самый низ то вам придет самого начала начинать поэтому прыгаем на телефон и пытаемся не упасть туби даун туби даун dcdb окей дтуби даун быть дауном на русский язык там конечно буквы искажены там скорее все будете даун или что такое дьюти даун может быть фиг знает ну короче забираемся вот сюда лампочка стрелка и следующее что остается сделать это прыгнуть прямо вот к этой вот лампе и нажать вот так два раза кнопку прыжка чтобы делать двойной прыжок поехали джи джи все пройдено лампочка сделано все сделано все как надо прошли проехали погнали остается лишь кошмар супермаркетом и все мы выиграли третий акт пройден мы в этот раз прошли его наконец таки правильным путем даже красный ключ я получил честным образом ну как сказать почти честно я не знаю как решить эту головоломку меня запирают там капец ладно ну что ж кошмар супермаркетом остался ребята тихо он уже падал с такой скоростью он оттуда что он бы от него были лепешки не осталось но уже дерево оно должно расти но его надо поливать из лейки чтобы оно росло или из ведра как хотите до свидания сосед 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 капкан поставил елки-палки так-так-так-так блин я не в ту сторону пошел капец капец он отбитый вообще уже болезнь соблазит ладно конечно интеллект у него очень плохо развита в мобильной версии но не хуже чем у меня вот так стоп 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 где-то здесь надо найти 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 самичные найти и найти конечно найти найти вот он собственно говоря кошмар супермаркетом в против сц бирем так хорошо сделал так сделал все что хотел то и получил иimon хорош не умер вообще замечательно давай кошмар супермаркетом умоляю проходить скоро как можно быстрее но он не будет быстро проходить кстати телефон почему-то остыл причем даже не хило остыл даже теплым стал них не каленом горячим так ладно блин меньше меня сейчас убьют так в супермаркете нужно достать пять вещей чтобы понять какие вещи вам нужны нужно смотреть в корзины к манекенам они берут пять вещей вот этот вот напиток джем соленые малосольные огурчики где-то вот тут они находятся и прятаться от них надо когда вы будете присаживаться заметьте это надо проходить обязательно если вы хотите пройти игру полностью без этих вот выкрутасов вы не сможете это все сделать и да что ж такое у вас тут так много так чипсы тоже берем сок тоже сок нужен кстати говоря в общем сок чипсы малосольные огурцы и вот и джем кстати говорят то все эти вещи потом уже придут судом делся стой не есть так мало солка чипсы киеве и процент сух хорошо хорошо замечательно хорошо 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 лучше не бывает лучше лучше не бывает очень не бывает так у меня уже спина почти честно сидеть два часа ну ладно уже наверное два часа два с половиной я сижу играю но это стоит того вспомнить все это играться вдоволь в общем то вот и все нам осталось только всю эту корзину вести вместе с джемом напитком малосольным огурцом соком и чипсами надо вести в кассе это будет длиться около пяти минут поэтому я даже не знаю вырежу я это или не вырежу а и Продолжение следует... 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 быстрее пара гвоздей осталось ух сосед как ты меня бесишь но ничего я на те часа в воду эту вылью наконец-то быстрее с соседа с соседа прекращай все ребята мы прошли капец только если никогда не записывал но мы должны еще в подвал спуститься и пройти его принципе все как мы и помним в детстве сейчас будет примерно так же но будет многое искажено во первых нам нужно будет идти вот сюда в подвале не будет всех вещей которые были в реальной жизни даже звук издает неплохо этот звук издает страх и его легко можно обдуть для этого нужно просто вот так вот сделать и присесть и ничего не делать если у вас ой блин меня поймали ну все так ладно меня несколько раз уже поймал этот страх поэтому давайте не будем лучше ерундой страдать и просто сделаем так как надо в общем видим его присаживаемся и ничего не делаем кием все еще сидим здесь просто решетка появилась поэтому надо сидеть и вообще не смотреть и не следить за ним просто ничего сидеть такого примерно минуту если вы боитесь в принципе все потом идем сюда еще на стул еще на снова стена кирпичная но есть принципе если у вас должен быть двойной прыжок по сути если вы не пройдете все акты точкой точнее все кошмары на третьем акте то вы не сможете пройти им просто гарантирую у вас не получится это отталкиваем соседа кстати он там плачет я только послушал просто в общем здесь сосед нас уже не догонит потому что мы на защелку закрыли дверь какие-то странные очень жуткие скрипы и тут у нас наконец-то дверь-то открыта и мы получаем доступ к нашему сыну на самом деле это комната это сам та самая комната мечты который сосед для него сделал но после того как произошла та самая трагедия вот это стойка вся вот это то и вот он самый сын просто в хеллоу вот в этой версии обычный он не прорисовывается и их используют в качестве картона вот всех значит да гигантский сосед у нас стоит вот здесь вот о ее так нам нужно сейчас будет с ним побороться это будешь нас один из самых наших главных страхов ой сейчас будет жопа капец сосед и просто беспредельщик но ничего сейчас мы сделаем все что должны были не чихай так нажимаем я паровоз вон там стоит стоит уже наркомания какая-то потому что у него на спине домик какой-то тут граммофон на нитках висит капец так ну ка не просрал такой момент но ничего просто здесь коробки лежат и мне было желательно взять несколько штучек на всякий случай нужно взять их чтобы если вдруг в первого раза не получится я мог по выключателю попасть со второй с третьей до четвертой попытки надеюсь первой получится но я давно этого не делал поэтому я думаю что лучше обезопасить тебя дополнительными коробками не чихай сказал надоело так я не попал офигеть вот теперь попал хорошо это мы выкидываем потому что это больше нам не нужно нам нужно теперь только несколько вещей чтобы можно было этого соседа поскорее опустить как можно ниже чтобы было пор проще попасть в дом можно это делать даже когда он стоит но я не рекомендую так хорошо вот это вот левая часть левая часть вот это вот тостера должна вас по моему повыше откидывать если я не ошибаюсь пустил все нужно до конца и выпустить раз раз ну вот вот это по мастерски а то падает да падает все это вырезать надо ребят это прям вот моменты которые вообще никому не нужны не нужны не сдались и т.д. т.д. так ладно лифт меня медленно медленно поднимает наверх тем временем я тоже поднимаюсь вместе с ним синхронно не надо скрипать мне я боюсь лифт так нам выпадать здесь куча зонтиков точно меня убил зонт который падал ну блин ну хотя это немного времени у меня отнимает то есть так подумать совсем немного но теперь у меня точно есть доступ вообще ко всему то есть я сейчас могу сразу сделать 100 вещей подряд во первых да блин заберите это ради можно даже так было даже на полке здесь этот зонтик был короче теперь надо просто взять да подождите упадет в эту дыру так теперь что нужно нам нужно в тот домик хорошо что он еще не плюется нет пытается меня затоптать этот огромный сосед так ладно так хватит чихать сказал значит берем свечку любую из них неважно так паровозик у нас тот что из третьего акта ну ладно первым делом надо поджечь фейерверк который полетит в лицо соседа и оглушит его я люблю этот звук везло вперед вперед плохо теперь осталось и лишь шиши шиши вот то ли здесь должен лежать зонтик то ли где то нет здесь его нет не знаю как тогда спидраннера добираются на этой полке где лежит секретный зонтик но пока добираются ладно сталкиваем этот шар который нам больше не нужен он туда в эту машину сосед твари сейчас подождем когда он ее отставит снова быстрее быстрее хорош на самом деле таким бейсбольным мячиком на такой скорости и в таком росте ему бы не было больно ну опять не просчитали разрабы это ну в принципе надо было что то придумать эпичное все все начито луком мы выстрелили в него причем стрела то не настоящая вот это вот на липучке ну я не знаю сосед так играет будто ему реально выстрелили колено и еще ему тело пробило стрелой а почему есть какой то него реально жалко и сейчас зон куда то еще с него реально жалко и должен сказать особенно когда он делает такое выражение лица наконец то осталось только в дом попасть ну так хотя нет эта подставка нифига не поможет это какой то троллинг я боюсь я даже до нее долететь не смогу поэтому лучше сразу попробуем добраться до домика соседа есть первые попытки хорошо этот не то это какой то не просто домик это какое какое то полусонное измерение где находится соответственно могилу в которой закопана дочь вороны и глаза страха симминг везде записки за том что потерялись дети там ход в подвал и там внутри страх находится м м м м там соседы блин чайщик не был с ним было его берутым он расклеивает там процент ну типа вот эти вот записки о том что пропали дети хотя один у него поеду кого он запер в подвале молодец сосед ну и там страх стоит на него смотрит как то так нам остается только вот сюда войти все ребята последняя часть игры нам нужно защищать нашего себя на этого ребенка это не сын соседа это мы в детстве я думаю вы понимаете от огромного страха после того как мы будем защищать его с каждым разом будем расти вот ну и в принципе все вот и в принципе все и тогда игра закончится но я думаю сейчас мы это сделаем это довольно быстро так он и бежит как ну смотри чё за звук там был но это не просто звук это огромное страшилище которые лезет прям к нему в окно капец ты пищишь мужик страх конечно сейчас будет офигеть какой злой у него эти глаза что это такое вообще опять его защищать давай где он там работа быстрее пацан надоело уже акт финал то не интересно давай убил прям убил натуре ладно беги сюда быстрее давай мужик где ты так долго бегаешь иди-иди-иди-иди-иди-иди-иди-иди хорошо стой давай давай ба тихо вот ведь я чуть не упал опять что то есть офигеть вставай его надо я не помню куда туда побежал куда вот это где то здесь то есть чем что там спускается и пойдет а куда ты встаешь прям под окно как будто реально точно знает где его не ударит да ты где он умер а нет он здесь так по самому краю бежит ну ладно быстрее я боюсь не успеть по моему он сейчас сюда должен да все это последний удар я с каждым разом становился все больше и больше уже стал больше чем сам страх вот и все и нет этого дома и нет этих воспоминаний плохих как бы и нет никакого страха собственно говоря а вот сосед вот сосед заперт в этом доме вот к нему стучится и ломится страх от которого он заперся и подперся стулом спасти мы его в обычной игре не можем страх не умереть ломится говорит откроем не мы типа друзья все дела соседа нельзя спасти я бы его бы реально спас если бы можно было я не считаю что он заслуживает этого он с ним был обычным поц мужиком он бы дружил бы и со мной и со всеми но у него такая судьба и он естественно тоже замкнулся в себе начал какие то планы строить непонятные ну в общем все что нам остается это только войти в эту дверь просыпай и после чего наша сонная петля закончится и мы проснемся с добрым утром я вообще не понимаю как он мог вообще всю ночь спать видят такие кошмары просто сколько он натерпелся он мог во сне умереть от страха ну смотрит то что все да дом соседа разрушен нет больше страхов дверь просила вот собственно дорогие друзья и все мы прошли с вами всю игру от начала до конца самими честными способами багов мы не использовали где как и максимум говорил красный ключ и тома его честным способом прошли почти честно надо было только что-то там еще сделать но я просто нажал рестарт и это сработало я в шоке я прошел игру михаил минаков никита колесников и горбелов елена березина вячеслав базлов юрий евгений павел оксана олег леонид и юрий и юрий дмитрий константин антон руслан александр анна денис евгений сергей илья кулич станислав селец павел кондрашов ярослав дмитрий валерия руденко эту игру разрабатывали вообще русские я не удивлен и графику и все и программисты и все разрабатывали русские а проверяли дополняли и доделывали дина этот тайни билд и выпускала тоже тайни билд американская компания так что смотрите игра сделана в отношении русских и американских разработчиков имейте ввиду что даже такие вот казалось бы вот тут типа ну враги я не считаю что мы враги с америка и раньше мы вообще союзниками были ваше устройство не поддерживается нет гарантии оптимальной производительности чушь есть она максимальная производительность минимум троттлинга но это все от процессора зависит ну что ж дорогие друзья с вами был геокс gd надеюсь вам понравился этот гигантский летсплей самое большое видео на моем канале им должен был быть проект lsd dream of you later один час но все таки им стала игра hello neighbor полное прохождение вообще полное без багов без всего вот таким образом дорогие друзья это конечно видео вообще гигантское я не ожидал а вот справа написано get hello neighbor hide and seek это неправда его только на ios пока что можно достать я не думаю что оно выйдет на android но если выйдет то это будет офигенно и обзор обязательно будет что ж с вами был геокс гд подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте смотрите видео до конца также посмотрите любые мои другие видео еще раз с вами был геокс гд всем пока 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 ну